Дети сегодня, общество завтра. Руководители учебных учреждений и правоохранительных органов округа собрались на очередное заседание, чтобы подвести итоги работы за год по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. О положительных результатах говорят цифры. Активная профилактика правонарушений среди молодежи, усиление форм влияния, внедрение новых методов воспитательной работы, совместная работа учебных учреждений и правоохранительных органов округа принесли свои положительные плоды. Согласно статистике, за 2014 год подростками совершено 45 преступлений, а за 2013 – 83. За два месяца 2015 года на территории округа несовершеннолетними было совершено 12 преступлений. Если брать аналогичный период прошлого года, то эта цифра составляла 2, что на 10 преступлений больше. Количество принимавших участие лиц в данных преступлениях увеличилось с 4 до 11. В целом на улучшение общей картины повлияли многочисленные рейды, акции, операции, выезды. В их числе операция подросток, акции первокурсник и там, где окончаются шалости. Только во время работы летних лагерей было 18 выездов комиссии по делам несовершеннолетних. Огромную работу проводит комитет по делам молодежи. Важно занять подростков активным досугом, отмечает председатель комитета. Еженедельно с детьми и подростками в кружках, секциях, студиях, клубах по месту жительства, а их всего у нас 19 студий и 12 клубов по месту жительства в различных районах города, проводятся занятия по различным направлениям. Спортивным, творческим, военно-патриотическим и другим. Расширение волонтерского движения – новая форма взаимодействия со сложной молодежью. Создать актив по месту жительства, состоящий из тех же студентов-волонтеров, предложение председателя состоявшейся комиссии. Несомненно, это совещание не относится к разряду дежурных. Определили аспекты и механизм дальнейшей работы, в том числе и с общественными организациями. Я думаю, что, несомненно, эта работа принесет положительные плоды. На комиссии были затронуты наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы. Взаимодействие всех представителей муромских учреждений друг с другом в работе с подростками, поддержка, создание новых форм влияния трудоустройства. Чаще всего причиной аморального поведения становится отсутствие работы, учебы или склонность к какого-либо рода зависимости. Регина Рукавишникова, Александр Барсуков, Новости Муром.